Настало время бросить пиратки в World of Warcraft. Об этом я уже долго задумываюсь, но как ни крути, рано или поздно это бы все равно произошло. Почему? Да я в общем уже устал от качества актуальных пираток, где в принципе выжить довольно трудно. Баги априори не дают возможности нормально играть, и еще одной веской причиной стала частота выхода контента на пиратках. Грубо говоря, все пиратки делятся на два типа. Первый, один и тот же патч, держится на сервере много месяцев, но в итоге он доработан и работает почти как на афе. Пример, WoW Rigs, где по сей день версия игры 7.1.5. Хоть даже вскоре они планируют переходить на 7.2.5, но до аргустота там еще очень далеко. Второй тип, это часто, но калична. Обновление приходит гораздо быстрее, чем в первом типе серверов. Но взамен мы получаем бесконечные прыжки варов или пэтов, которые дают ДПС на уровне катаклизма. Вы прям конкретно, забрасывать пиратки я не буду, то есть как минимум рубрика необычной пиратки останется на канале еще на очень долгое время. Но планирую перейти на фу, как только завершу прохождение Burning Crusade. Ну ибо сами посудите, проходить БК на фея это еще извращение, а такое мне уже предлагали и не раз. Нормально по рейдам не походишь, да и банально урон по существам будет другой, и многие квесты вроде атоменов, каражан убраны. Но вот меня настораживает, во всем этом одна деталь. В последнее время я от ноги слышал, что БФА многим не зашла, и я не раз толкался с комментами в силе, что все гильдии настолько надоело БФА, что они сваливают обратно в регион. Да и банально от своих знакомых я не раз слышал, что им невероятно сильно надоела игра после одного месяца игры, и продлевать они ее не особо планируют. Я так-то уверен, что этот ролик посмотрят игроки Софы, и соответственно хотел задать вопрос, правда ли все вышесказанное, или же это просто всего лишь череда неблагоприятных совпадений. Просто не то чтобы я сильно доверял сливу инфы, что в БФА играет полтора миллиона активных игроков, но думаю с утверждением, что в БФА играет гораздо меньше людей, чем даже в тот же Личкинг, я думаю никто спорить не будет. И банально на том же метакритике среди Легиона, Дренора, Пандарии и БФА, оценен хуже всего как раз таки последний. Но по сути это никак не повлияет на то, буду ли я играть на Афе или нет, уже все предрешено. Как минимум месяц подписки на Афе я точно проведу, попробовать в любом случае стоит. Ну а по сути на этом все, благодарю вас за просмотр, удачи!